Друзья, я вас приветствую, меня зовут Сергей Армишев, я тьютер по развитию эмоционального интеллекта И наш проект на Майс ТВ в рамках Майс Академии как раз по развитию эмоционального интеллекта Спасибо, что с нами, спасибо, что так хорошо отреагировали на первую серию Надеюсь, что вам это было полезно и интересно Ведь для того, чтобы научиться управлять своими и чужими эмоциями, нужно научиться для начала их идентифицировать То есть понимать, что же сейчас со мной происходит Я хочу привлечь ваше внимание к одному видео Это видео снято капитанами кораблей или теми, кто находился на борту Собственно, не так давно, вы знаете, в Юго-Восточной Азии пронесся ураган Который наделал много шума и много беды принес прибрежным районам Вот посмотрите, за моей спиной корабль плывет Ведь если бы вы не видели этой картинки, то из моих слов, что можно было как вывод сделать? Корабль плывет, теплые океаны Человек живет где-то там, работает в Юго-Восточной Азии По 6-8 месяцев находится в плавании Ну, в общем, одна сплошная романтика А здесь такое Дело в том, что не так давно пронесся по тем территориям ураган Который натворил много бед, скажем так, много шуму И разрушил многие здания Ну, в общем, пострадала куча людей Как быть в такой ситуации? Вот представим, что мы сейчас находимся на Капитанском мостике И видим это все своими глазами Я даже не хочу думать о том, что могло произойти в этой ситуации Ну, а как же наша система реагирует вот на такой вызов? Смотрите, с точки зрения эмоционального интеллекта Вот у нас по умолчанию есть природный интеллект А эмоциональный это своего рода фильтр, граница, рубеж, я не знаю, защитник Называйте как хотите Это то, что позволяет нам адекватно воспринимать ту или иную ситуацию Или порой неадекватно Ну, поскольку мы осваиваем эмоциональный интеллект И тренировку эмоций То, конечно, я веду к тому, чтобы вы в любой ситуации Принимали единственное верное решение Так вот, еще раз давайте посмотрим на эту картинку Ужас! Но Капитан продолжает вести свой корабль дальше Понимая наверняка законы физики И имея план Б, что он будет делать в той ситуации Если вдруг что-то пойдет не так В конце концов, на кораблях не просто так размещают шлюпки И спасательные жилеты, спасательные круги и так далее Но представим ситуацию, если бы мы с вами находились на круизном лайнере Капитан бы продолжал делать от него зависящее Став предупреждал бы о том, что Друзья, не надо паниковать Займите, не знаю, свои места Или наденьте спасательный жилет А люди обычно в таких ситуациях Кто-то начинает пить Кто-то начинает курить Кто-то начинает признаваться в любви Кто-то начинает звонить по телефону, если есть такая возможность Кто-то начинает заниматься сексом Кто-то, выражаясь таким литературным языком Пускается во все тяжкие в данной ситуации Почему? Потому что то место, где живут эмоции Подсказывает именно такую модель поведения Я решил обратиться к Google с вопросом А собственно, как выглядят эмоции человека И смотрите, мимика Одна сплошная мимика Если вы сейчас видите за моей спиной Фотографии этих людей Которые крепляются с одной стороны Кто-то улыбается Кто-то грустит Кто-то но-но-но И нам кажется, что вот этого вполне достаточно Для того, чтобы понять, какая эмоция сейчас у человека Ну, мы исключаем ситуации, когда лицо заколото ботоксом И что-то все-таки нам подсказывает Когда человек не до конца честен, скажем так Ну, то есть, вроде кажется, улыбается Но как бы из-под тяжка не верю Кто-то, кажется, грустит Но тоже не верю Наверное, можно доверять во всех этих ситуациях Только детским эмоциям Потому что дети Ну, как-то, наверное, еще не научились Ими управлять И они у них работают Сто процентов Как природой было заложено То, как они действительно Считывают всеми своими сенсорами Ту или иную ситуацию Плачут Или радуются Неважно Но дети пока это Эталон С точки зрения выражения эмоций Вот если кто-то Когда-либо проходил курсы Актерского мастерства Или, быть может Имеет в друзьях актера Подумайте А как им удается Перейти из одной ситуации Из одного эмоционального состояния В другое Да еще перейти так Чтобы заставить рыдать весь зал Наверное, часто встречаемый ответ Это прожить эту ситуацию Представить, что я Сейчас конкретно этот человек И что я чувствую В той или иной ситуации Что заставляет меня Быть таким То есть понять природу Возникновения всех этих Эмоциональных волн Назовем это так Так а где Риторический вопрос Живут эти эмоции Мне попалось одно Очень интересное видео Оно прежде всего Ориентировано на медицинских работников Тех, кто занимается изучением И лечением мозга Это, конечно, выглядит Ну, мягко скажем Страшно С одной стороны Поскольку сейчас Мозг наблюдает За другим мозгом Как кто-то держит его в руках И практически Выворачивает наизнанку Да, такое бывает Это люди делают для того Чтобы потом помогать Другим людям Но здесь, знаете как Что есть Кто есть наблюдатель И что есть наблюдаемое Это тоже вопрос Который мы как-нибудь Разберем Точно не в формате Видеолекции Так вот Здесь В этой Белково-жировой Водянистой Субстанции Где Помимо всего прочего Есть еще куча Волокон В которых И хранятся наши Эмоции Воспоминания Наши мотивы Наши нереализованные Планы Или наша страсть К перемене мест Путешествия Наша любовь Наши разлуки Ревность Горе Счастье Восторг И так далее И так далее И так далее Знаете, есть хорошее выражение Недавно его из фильма одного подчеркнул Прошлого Нет А будущее Смерть Надо жить Здесь И сейчас Вот оно Здесь И сейчас Мы до конца Наверное не узнаем При жизни Как работают наши мозги И особенно Как работает бессознательное Можно уходить В бесконечные ретриты Или всевозможные практики Самопознания Но боюсь Что мы так и не доберемся До истины Поскольку От множества обстоятельств Окружающих Наполняющих Нашу жизнь Зависит то Какой эмоциональный ответ Последует И какие действия Мы предпримем В результате этого Эмоционального ответа Вспомните ситуацию Лето Или может быть осень А может быть и весна Вы сидите где-то На берегу водоема Море Реки Озеро Океана Облака Окрашиваются В темный цвет Поскольку солнце Садится Садится И плавно Опускается В этот самый водоем Вам комфортно Приятно Хорошо Эх Лепота Если говорить По-русски Практически Сеанс гипноза Моя рекомендация Для того Чтобы Работать И развивать Свои эмоциональные интеллекты Для того Чтобы в стрессовых ситуациях Найти, так сказать, выход Найти время на подумать Найдите место В своих воспоминаниях Где вам было Максимально Комфортно Приятно Легко Пусть это ваше будет Секретное место безопасности Не обязательно нам его рассказывать Вообще не обязательно Кому-либо про него рассказывать Пусть оно просто Будет в вашей голове Так вот Когда вы Оказываетесь в ситуации Которая Скажем так Затрагивает Какие-то неизвестные вам Нити Заставляющие вас Превратиться То ли в демона То ли в мышку Которая чего-то боится То ли начать Неадекватно реагировать То ли начать Неадекватно действовать Перенеситесь мысленно В это место О котором я говорил Минуту назад И побудьте там Примерно 6 секунд Считаем Вспоминаем закат Ну закат это моя тема У вас может быть Какая-либо другая И вспоминаем Как там было хорошо И приятно Не поддаваясь На отвлекающие моменты Сознание все время Подбрасывает нам что-то О чем мы можем подумать Просто смотрим На эту картинку И мысленно считаем Раз Два Три Четыре Пять Шесть Да Не обещал гипноз Но тем не менее Он состоялся Легкий Ничего личного Поверьте В той ситуации В которой от вас Требуется некое решение Вы достаточно быстро Его найдете Поскольку Прежде всего Направите свой фокус На другие эмоции Не агрессивные Скажу так И не на стратегии избегания Этой ситуации Нужно действовать Действовать ради чего? Ради себя И сохранения Своей физической силы Ради Продуктивного решения Данной ситуации Это моя личная рекомендация Попробуйте Изменить ее На что-то позитивное Эту ситуацию Примите это Как опыт Примите это Как ситуация Которая случилась Только с вами Ну и так далее И так далее И так далее В общем моя рекомендация Для того чтобы Не попадать в ситуации В которых вы теряете контроль А такие ситуации Все равно случаются А случаются они По какой причине? Конечно Мы бываем иногда Жертвами обстоятельств Когда например Мы оказались на корабле И природа Пришла со своим Штормом Ни на что Мы не можем повлиять Но Есть шанс Есть надежда Есть желание Самое главное Выжить во всей этой ситуации Для того чтобы выжить Нужно что? Успокоить свои эмоции Свои чувства Уравновесить свой Гормональный баланс Скажем так Поэтому с сегодняшнего дня Имея такое место В моем случае Это закат Как только вы оказываетесь В ситуации Которая вам не очень нравится Или чувствуете Как где-то она начинает Уже проникать в ваш организм Ведь у самой ситуации Нет никакого эмоционального окраса Пока вы не возьмете кисти И не разукрасите ее В своем сознании Так вот Очень быстро перемещаемся В это место Где нам классно Комфортно Прекрасно Находимся там Не меньше 6 секунд И возвращаемся Обратно принимаем решения И действия Но вообще Чтобы все это работало Важны еще следующие слагаемые И об этом мы поговорим В следующих сериях Питание Что вы едите И каков ваш баланс Вообще Топливо Как вы спите Где вы спите С кем вы спите Что вы пьете И в каких объемах Ну и чем вы наполняете Собственно Свою жизнь Это была очередная серия Нашего сериала Про эмоциональный интеллект Будьте с нами И будьте эмоционально здоровы И профессиональны И самое главное Продуктивны по жизни Живем один раз Имеет смысл Достичь Все Субтитры сделал DimaTorzok